Что стоит инвестору дом построить? Горячие споры на заседание областной думы вызвал проект закона об изменении критерия, в котором должны соответствовать масштабные инвестпроекты. Например, при строительстве жилья в собственность муниципалитетов сейчас поступает 5% возведенных помещений. Их передают детям-сиротам и малоимущим гражданам. Одним крыша над головой, другим неминуемые издержки. Правительство предлагает снизить обременение до 1%. Предправительством Ивановской области поставлена задача выработать механизм завершения строительства проблемных многоквартирных домов, строящихся в рамках законодательства о долевом строительстве. На данный момент выходом из ситуации видится привлечение к завершению строительства таких объектов инвесторов. Обозначенная идея отражена в предлагаемом к рассмотрению проекте областного закона. Кстати, до мая текущего года действовал как раз 1%. Повысили. И больше полугода новых проектов от застройщиков не поступало. А если рассматривать инициативу с точки зрения завершения объектов долевого строительства, то она, несомненно, поправила бы положение. Я могу привести пример по Гринль-Парку, когда стоит там дом 200-квартирный, и никто не хочет за него браться. В это время рушатся крыши, сети и так далее. Он стоит неживой. И еще момент. Делать процент отчуждения единым необоснованно, считают парламентарии. Привязать этот процент к кадастровой стоимости земли, так как это налог делает, я не думаю, что это такая сложная и серьезная проблема. Но ведь совершенно очевидно, что стоимость земли в центре города или где-то на окраине у леса, она совершенно разная. И обременение для застройщиков имеет совершенно разное значение. Закон и проект рекомендован к принятию в первом чтении за основу. От правительства депутаты ждут конкретных критериев дифференциации. И законодательная и исполнительная власть сходятся в одном. Изменения этого закона региону сегодня действительно необходимы. И чем быстрее, тем лучше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.